Я дописываю этот абзац в ожидании конца света. Эти слова станут последними в летописи Аркадийского королевства. Они храбро боролись, но оказались бессильны перед судьбой, что уготовил для них Хронос. Много воды утекло с тех пор, как начались эти события. Падение Аркадии наложило отпечаток на всех, кто был ему свидетелем. А, наблюдатель. В такие времена твое появление просто не может быть случайностью. Я покажу тебе, что произошло. Но чтобы понять все до конца, нужно пережить это лично. Скажу лишь одно. Это трагическое повествование о двух бессмертных душах. Все началось ненастной темной ночью. В одном затерянном королевстве. Он обещал встретить нас здесь. Это правда ты? Мезмерот? Мой старый друг? Получив послание, я поверить не мог, что она от тебя. Он не должен страдать из-за моей ошибки. Отдаю этого ребенка на воспитание вам, магистр Мэйфер. Позаботьтесь о нем. КОНЕЦ 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 Добудь шкатулку, которую давным-давно украли у меня пираты. Её содержимое необходимо, чтобы ты стал рыцарем. Удачи, магистр Мэйфор. Приветищи! Сегодня мы с тобой поиграем в игру, которая вышла эксклюзивно, специально для iPad. Ну, для iOS. iOS операционной системы, то есть для iPhone, Mac OS и iPad'ов и прочей всякой такой штуки. Вот, на ПК её нет, но есть вероятность, что она выйдет. Это вторая часть этой игры. Первая часть была про пацана, которому было меньше 18 лет, и он также путешествовал по островам и собирал всякие головоломки, точнее разгадывал их. Ну, а здесь уже другая графика, здесь уже больше так мы от третьего лица играем, поэтому давай разгадывать головоломки здесь, в этой части, во второй. Что у нас здесь есть? Этот остров принадлежит изгуям. Угу, понятно. Мы это уже знаем. Есть яблоки на деревьях, прям как у Зельды, слушай. Я могу их стрясти как-то или что-нибудь? Вот у меня есть меч. Ух ты, я траву могу рубить. А, не, обманочка вышла. Мы как бы рубим, но не рубим. Вот так и понимай, как хочешь. А дерево могу срубить? Дерево тоже как бы рубим, но не рубим. А как с яблоками-то быть? А, у меня, кстати, есть пукалка. Вот, смотри, пукалка есть. Я могу стрелять. Как насчет стрельнуть в яблоках? Оу! Что-то упало. Что-то упало. А, сердечко. Ну, понятно, яблоки это еда, которая восстанавливает нам хп. Ясно. Патриков у меня было 5, стало 4, поэтому тратить я не хочу на яблоки. Патроны. Здесь что у нас? Обыскать. Что там? Выкопали еще золотистая лисичка. Грибочек откопали. Короче, дед нам сказал, что нужно найти скатолку. Шкатолку надо найти, вот. А мы будем искать скатолку. Там ничего? Можно спрыгнуть? Можно же? Ого, нифига себе, как я прыгнул. Круто. То есть, в принципе, меня здесь никто ничем не ограничивает. Я здесь могу ходить, бродить, где захочу. О, нифига себе, алмаз какой. Бочку можно поднять. И что с ней делать? Кинуть в эту штуку? Погоди, погоди. Подними, пацанчик, подними. Брось. Ой, не то, что-то нажал. Брось. Брось бочку. Вот сюда. Не, как-то что-то не то. А давай стрельнем в бочку. Она не рушится. Никак не ломается. Значит, давай. И что я сделал? Ты нашел кровит. Он преломляет свет. Будто внутри него капли крови. Ух, жуткая какая-то вещица. Так, здесь ничего больше нету. Надеюсь, пацаненок умеет плавать. А иначе какой смысл? Да, он умеет плавать. Но у него выносливость кончается. Угу. А по горам ты бегать умеешь? Паркурить? Нет, паркурить он не умеет. Кстати, он даже прыгать не умеет. Ты прикинь. Да, прыгать мы не умеем. Вот это печалечка. Ну ладно. Мы вернулись туда, откуда начали. Сейчас я пробегу в другую сторону пляжа. Посмотрю, нет ли там чего ценного. Тут что-то смотри. Твоя цель отмечена желтым треугольником. Это в книжке было написано, да? Ммм. Спасибо. Да, мне кажется, что в этой части острова что-то есть. Тут сейчас глянем. Ух ты! Что это такое? Там как... Там динамит что-ли еще? Что это такое? Цель достигнута. Заглянуть под каждый куст. А, вот что-то. Давай обыщем это. Мы подняли целебное алое. Алое, Дэнс. А ты кто? Крабибара. Крабибар. Ой-ё. По жопе как мне зарядил своими рогами. Ты что такой? Вредный-то. Получай. Блин, его Патрика я вообще не беру. Ладно, будем сражаться так. Иди ко мне. Блин, нет. Пестик убери. Иди сюда. Сейчас я с тобой разберусь. Что ты, ссыкуешь, да? Сейчас тебе надоё по-твоему. Ого. Откатываемся, откатываемся. Да он бронебойный. Что это за ниндзя черепашка? Крабик какой-то. Да. Ки-я критическим ударом вынес краба. И что-то с него выпало. Что это такое? Монеточка. Видимо, за монетки я смогу торговать в магазинах. Тут у нас всё чисто. Чешем дальше. Ого. Куда это мы с тобой пришли? Тут табличку есть. Всё, почитаем. Беги к уступу. Чтобы автоматически прыгнуть. Но это мы уже поняли, когда мы прыгнули в море. Там этих крабов до кучи просто. Нет, я туда не хочу. Я хочу обойти всё это дело. Не посмотреть, что будет сзади. Там ещё крабы. Ой, нет. Ну, короче, понятно. А, кстати, на миникарте показывают, что вон там, вон там вот, есть сундук. Я его вижу. Пойдём к сплавам туда. Я надеюсь, что там выпадет какое-нибудь оружие или доспех, который нам очень поможет. Но это не точно. А ещё проблема в том, что мы не умеем прыгать, и я не знаю, как забраться на эту... Ой, я сейчас потону. Ой, я потону. Капец, я забыл, что выносливость тут ещё есть. Пацан просто рассыпался, как сахарок. Я все сердечки профукал, которые собирал, ты прикинь? Ну, ладно. Но, как говорится, первый блинком. Я только начал играть в эту игру, я ещё ни шиша не понимаю. Я знаю только то, что тут непробиваемый крабы. Получай. Блин, а как тут блок ставить? Как блок поставить? Ты умеешь мечом блок ставить? Это что такое? Вот это что? Это... А, это мой инвентарь. Ага. Блок я, походу, не умею ставить. Пацан, ты что? 18-летний пацан. Тебе не научили блоки ставить? Капец. Походу, тут только уворачиваться надо. А может быть, тут щиты есть? Просто я ещё их не нашёл. Ладно, разберёмся. Здесь под каждым кустиком есть что-то интересное. Надо всё исследовать. Вот, например, смотри, что здесь. Плоды этой яблони дарят вечную молодость тем, кто сумеет их добыть. Плоды... А, ну вот этого яблока. Ага, сейчас, сейчас добудем. Ковшик можно разбить? Можно. Нифига себе. Ударил, короче, по надгробию. И смотри, как оно шатается. Ладно. Постреляю с пестика. Потому что патрики не берут крабов. Поэтому патроны мне, в принципе, сейчас пока не нужны. А вдруг будет какая-нибудь головоломка с патриками? Да ладно! Сердце мне сейчас важнее. Мы пополнили запас сердечек. Теперь можно идти и драться с этими крабиками. А ну иди сюда. Я все время забываю уворачиваться. О-о-о, как ты прыгаешь! Ништяк! Ушатали. Они, кстати, похожи на каких-то роботов. Вот серьезно. Они не такие живые. Они какие-то прям роботизированные, что ли. Поднять. Берем. И кидаем об стенку. О, сердечко! Ништяк! Это хорошо! Тут тоже поднимем. Я видел, там что-то сбоку закопано было. Это что, монеточка? Где-то, где-то здесь было что-то закупано. Наверное, я с цветочком вот этим перепутал. Ага. Вон грибочек вижу. А тут чего? Тупик, поворачивайте назад. Не, какой назад? Вы что? Я с ада пришел! Из ада! Аккуратненько деремся с крабиком. Не хочу тратить свое здоровье. Я типа профессиональный борец. Видал, да, крабик? Я тебе сейчас насую свой... Ой! Насую свой металлический меч. Но кажется, он мне сейчас всадит своими, да, рогами. Всадил приличненько так. Все, наконец-то. С кучи грызил за наш грабик. Как насчет гриба? Вот этого грибочка? Я могу его как-то собрать, срезать, не знаю. Накормить леших? Нет, не могу. Не могу. Вот! Вот здесь вот что-то закапано. Что тут у нас? Еще сердечко. Это золотистая лисичка. Все, в принципе, мы здесь все обшарили. Предлагаю подняться и уже опустить вот этот мост. Прям тут, наверное, написано, опусти мост. Механизм моста проржавел. Дергай рычаг посильнее. Сейчас я как дерну! Я же сильный пацан, 18-летний. Видал, как я дернул? Я по нему просто жахнул. Приходим мостик. А, подожди, нет, нет, нет. Мы возьмем... Возьмем вот эту штуку. И кинем в крабика. Сейчас. Подождите. Мне бы силов хотел докинуть. На тебе! Пойду еще за ним. Сейчас, подождите. Подожди, крабик. Не беги. Мне надо было сходить взять еще одну скляночку. Кстати, он на мостик, походу, не может зайти. Бедняжечка, держи. О, Патрики нашел. Точнее, порох. Откатываемся. Блин, не успел откатиться. Это было больно. Попа-то мягкая. Есть, монеточка. Что тут у нас написано? Прочитать. Привет, Джонс. Ты был прав. Тут все будто вымерло. Что тут во имя Гайи произошло? Вход в убежище из Гоев совсем рядом. Но я побоялся соваться в тоннеле. Под землей таится нечто... Нечто страшное. Рассел. Рассел нам оставил записку. Ну, точнее, не нам, а какому-то другому чужу. А мы ее прочитали с тобой. Ого-го-го. Читаем чужие записки. Какие мы с тобой негодяи. Так. Ого. Все-таки мы паркурить умеем. Я каким-то макаром свалился с мостика. С подъемчик, точнее. И... Честным образом забрался. Да подожди, ну куда ты прыгаешь? Давай сюда залазим. Залезь, говорю. Блин. А тут не залазим. А как... Как это так... Как это так получилось? Подожди, давай вот туда спустимся. Блин. Короче, он как-то может паркурить, но пока не въехал как. Мешок. Мешок могу поднять. И что я могу с ним сделать? Давай опустим. Блин. Блин. Вот. Вот. Короче, где есть возможность запрыгнуть на платформу, он запрыгивает. Это засранец. То есть, когда его душе угодно, он прыгает. Ну хорошо. Да слезь ты с этой коробки-то, блин. Прицепился к ней, присосался. Идем дальше. Надо здесь все обыскивать. Прям все. Капец как все. Я уверен, что я что-нибудь да найду. Долбаные мешки. Провалился еще в щель. Что тут может быть закопано? Металлолом. Тогда я нашел на самом деле не патроны, а какой-то порох. А теперь нашел металлолом. Просто все обозначается, ну, патронами. Тут у нас какой-то спуск. Старое убежище пиратов. Что-то я туда очкую спускаться. Давай мы сходим вначале вон туда, посмотрим, нет ли там что интересного. Нет, тут ничего, походу, нет. Что-то. Интересно, докину до того кораба или нет? Посмотрим, насколько я мощный. Опа! Ну, почти, почти. Ой, там сердечко выпало. Но спускаться мы за ним не будем. А жалко, конечно, что там сердечко выпало. Прочесть. Джонс, я для тебя припрятал ценные безделушки в кувшинах. Если найдешь кувшин, смело разбивай. Рассел. Спасибо, Рассел. Но мы это уже поняли. Что ты там в них что-то запрятал. Точнее, мы не знали, что ты в них что-то спрятал. Но мы уже разбили столько склянок. Поэтому для нас это уже не актуально. Короче, давай спустимся вот сюда, в это убежище. Глянем, что там спрыгнуть. Рядышком лесенка была. А я вот так вот взял и спрыгнул. Нифига себе высота! Вот это я спрыгнул, так спрыгнул. А это кто такой? Что за кактус? Жидкий. Жидкий кактус. Ладно, пойдем знакомиться. Тут, наверное, опять записка от Рассела. Можно залезть на предметы высотой не выше, чем по плечи. Все, теперь ясно. Короче, если высота чуть ниже моих плеч, то я могу залазить на платформы. Это хорошо. Поднять. Доступна новая цель. Огонь, иди со мной. Огонь, иди со мной. Устрой пожар с помощью горящей бочки. Подожди, вот эти бочки, они горящие, что ли? Поддержанное оружие. Доступна новая цель. О, видал? Я прыгнул, кстати. Ничего себе, кажется, я еще и прыгать не могу. Все-таки. Но не во всех случаях. Еще нашел патроны. Как насчет сундука? Что в нем? Наконец-то первый сундук. Я нашел деревянную сову. Это деревянная статуя. Ты получишь 20 монет за нее. Блин, я думал, может быть, это дубина будет какая-то. Ну вот. Ладно. А, надо же взять бочку. Сейчас я ее возьму. Надеюсь, вот это... Ну, я не совсем ее взял, но ничего. Патаем бочку. Надеюсь, в ней порох. И это та почка, которая взрывная. И сейчас попробуем ее кинуть. А куда? Ну, вот, например, в тот кактус. О, я, кстати, угадал, что это кактус. Давай попробуем. А что насчет, если я его кину на туда, в чан с огнем? Не, нифига, я промазал. А тут что у нас? Сердечко. Сердечко это хорошо. Аккуратно на стелсе прокрадываемся за бочкой. Давай бочку убери. Бочку убери. Ой, я бочку поджег. Я бочку поджег. Я сейчас вместе с ней загорюсь. И кидаем. Вот так. Бочка не взорвалась. Походу, в ней не порох. Хорошо, тогда давай просто выстрелим. На тебе. Получай еще. Блин, а как так выходит, что иногда я попадаю в него... Он сам загорелся. Вот это прикол. Уровень 2. Новый рыцарский ранг. Курсант. Ты получаешь 25 монет в качестве небольшого вознаграждения. А твое здоровье было восстановлено. Оу, спасибо. Это шикарно. Теперь я курсант. До чего дожился. К 18 лет стал курсантом. А, тут видимо ключик нам нужен. Ключик? А можно отпереть? Нужно найти ключ от старого убежища пиратов. Понятно. И где этот ключик? По всей видимости нам сюда. Рассел. Ты ли нам записку оставил? Впереди разрушенный мост. Но не волнуйтесь. Просто идите и доберитесь на ту сторону. Сначала придется разобраться с тем волном. Подвиньте его с помощью щита. А щита-то у меня не шиша и нет. Может я его так подвинуть могу? А, не, нифига. Так, понятно. Щит в игре есть. Он существует. Это не щит? Случайно. Ух ты. Кажется сюда надо бочечку подкатить. Или не надо? А, это была просто кнопка. Пойдем посмотрим, что там. Сундук. А в нем, наверное, щит, да? Ну, наконец-то. Вот и щит. Слава богу. Этот щит некогда принадлежал рыцарю Аркадии. Серьезно? Аркадии? Это девушка или это Аркадий? Ну, мужик. С его помощью можно не только защищаться от вражеских атак, но и отодвигать с дороги препятствия. Ништяк. Забираем. Щиток. Ой, какой он маленький-то. Блин. У меня в детстве игрушечный топа больше был, чем вот этот щит. Как им прикрываться? А вот. Вот. Там же для незнающих написано. На Б. Вот тебе. Щит. Интересно, как таким щитом я буду толкать валун? Сейчас мы это проверим. Выставляем, значит, щит. Да хватит паркурить. Щит и яд. Ой, ё, вот это мощно. Мощно. Классно. Давай перепрыгиваем. Что у нас тут? Еще одна записка. Предметы можно переносить и бросать. Это мы тоже уже знаем. Давай лучше разобьем. Порох нашли. Сердечки. Угу. Возьмем бочку. Точнее, коробку. А тут и бочка есть. Значит, возьмем бочку. Давай, бери. По-любому прыгать. Да. Вот тут вот есть кнопочка. Мы на нее встаем. Наверное, зря я бочку притащил, да? Ладно, всякий пожарный давай опустим здесь. Пусть стоит. Что, нам не жалко. А внизу там, кстати, классно. Интересно, я смогу туда спрыгнуть и выбраться оттуда? Как думаешь? Наверное, это тупая идея, да? О! Хорошо, что я сюда забежал. Что-то тут спрятали. Там жетончик. Шикарно. Денюшки, денюшки. Люди дать счет. Надеюсь, что я тут встречу какого-нибудь продавца, который мне продаст что-нибудь энно ценное. А вон еще один сундук. Блин, как же я обожаю такие игры, где в каждой пещере есть сундуки. Черт, подстава! Засада! Так, щиток. О, круто. Я щитком отбился. Главное, чтобы щит не сломался. Есть. Минус один крабик. Крабик. О! Их тут уже двое. Ставим щит. Нет, не ставим. Ништяк. Еще один. Ты где? Ой, блин, не успел. Не успел защититься щитом. Да что такое? Реакция моя. Не подводи меня. Ну давай, ударь меня. Сверху. Вот это поворот. Короче, сверху щит меня не защищай, да? Да что ты будешь делать-то? Вставай, шашлык. Ну, в смысле. Тело. Щит? Уже не нужен щит. Короче, надо приспособиться. Тут нужен момент. Надо ловить момент, когда крабы на тебя нападают. Черт, сундучки. Ключик. Какой-то странный ключик, слушай. Ты получил ключ от старого убежища пиратов. Это шикарно, конечно. Пойдем теперь слазим наверх. Тут есть какие-то вон штуки закопанные. Золотистая лисичка. А тут у нас чего? Травы. Я нашел траву. Траву, траву. Теперь не надо косить траву. Ну, все. Бежим, короче, к вратам. Которые мы сейчас откроем. Наверху, кстати, черепок вон висит. Типа, там опасно, не входи. Ну, че, я же молодой парень. Люблю опасности. Ключ от старого убежища пиратов был использован. Валун. Может быть, я сейчас крабов задавлю этим валуном? Надо грамотно, короче, подбежать. Выставляем щит. Бежим. Что есть мочи? Толкаем. И крабы. Раз крабик. Второй. До второго не докатился. Значит, подойду к нему, к этому валуну. И вот так вот сделаю. Есть. Круто. Круто, круто. Как минимум, я не своими руками уничтожил этих крабов. Плюс три карми мои. Еще травы нашел. Что-то у меня часто стала попадаться трава. К чему бы это? Наверное, к тому, что нужен уровень три. Новый рыцарский ранг. Ты получаешь почетное звание Юнкера. Ты получаешь 50 монет в качестве небольшого вознаграждения, а твое здоровье было восстановлено. Теперь я Юнкер. Что это значит, я не знаю. Юнкер. Юнкер. Можешь загуглить и написать мне в комментариях. Я, конечно, понимаю, что это звание, там все дела. Но, может быть, оно какое-то еще другое значение имеет. Это звание Юнкера. Так, здесь мы все собрали. Можно спрыгивать. Что, высоко сыкуешь, да? Давай, прыгай. Нормально. Ноги не отбил, жить будешь. Что у нас здесь? Какие-то записочки. На стеночке висело. Здесь тоже записочки. Давай, почитаем. Тайная гавань. Прикольно, че. А тут че? Прочесть. Бочки лучше не ставить рядом с факелами. Они легко загорается, капитан. Капитан очевидность. А, кстати, а что насчет мешков? Они также загораются. Давай просто. Ой, мешки тоже горят. А, я загорелся, блин. Воду, воду, скорее воду. Фух. 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 А, я, кажется, въехал. Нам нужно сжечь вот эти доски. Хорошо, мы это сейчас сделаем. В общем, мы сейчас с тобой берем коробку, бочку. Я не знаю, или он мешок, который горит. Который уже горит, в принципе. Нифига себе, его раскололо как... Расколило, точнее. Раскололо. Поджигаем, значит. Как бы нам поджечь? Вот, я поджег. Теперь бежим. И нужно не загореться самому, поджечь вот эти доски. Доски горят, вроде бы. Есть. Все, ништяк, сработало. Все по плану. Ну вот, сейчас-то мы откроем сундук, узнаем, что там. Монеты. Ну, блин. Что ожидать от пиратской бухты? Повезло. Мешок золота, целых сто монет внутри. Ого, сто монет. Это очень густо. Густо. Мегусто, стоп. Мы снова наверху. Пробежимся вот так. По верхней, так сказать, части. Здесь есть баночки, скляночки. Ух ты, сколько сердечек. Шикарно. Ой, подожди. Сокровищница пиратов. Я зашел туда. Но я не хотел заходить. Подождите. Там был сундук. Ух ты. Склянки заново появились. Ладно, разобью. Нам не жалко. Короче, спускаемся вниз. Там вот что-то закопано, смотри. Я как собака. Что-то раскапываю, раскапываю. Траву опять нашел. Книжка вон еще есть. Тут, наверное, тоже про факел написано. Если собрать много лечебных ресурсов, излишек превратится в зелье, которое можно использовать в бою. Я знал это еще будучи юным пиратом. Вот в чем секрет моего крепкого здоровья. Капитан. Спасибо тебе. Кстати, надо зайти в инвентарь. Ой, где мой инвентарь? Вот он, инвентарь. Зелени нету. Капитан нас обманул. Может быть, в будущем что-то получится. Идем открывать, короче. Сундук. Опа. Ключик. Ты получил ключ капитана. Шикардос. Только куда он? Скорее всего, нам нужно в сокровищницу. О! Тут плавильня есть. Можно дровишек подкинуть? Нет, походу никак. Разобьем тогда баночки. Сердечка нашел. Я думаю, что ключик должен подойти именно сюда. Вход только с разрешения капитана. Я капитана не видел. Разрешение мне не нужно. Ключик у меня есть. Здрасте. Есть кто дома? Как тут уютно. Вот это бухта. Ого-го. А тут кракенов или акул нет? Ну началось. Слушай, вот. Сейчас кто-то вылезет по-любому. Сундук, кстати, зачетный. Золотой, необычный. Пацанчик, зря ты это делаешь. Я. Неужели это кракен? Серьезно? Тут как бы. Галактос. Гигантский головоногий малюшек древних. Тут, в принципе, мелководье. Как ты там сидишь? Ты обалдел? Че делаем? Че делаем, пацаны? Девчата. А, блин, у меня пестик же есть. Давайте пестика пухнем. По барабану мы вообще, наверное. Надо вначале по щупальцам ему надавать. Откатываемся. Ух. Отлично. А как насчет стрельнуть вот в эти штуки? О, это взрыв... Ой, там бочки взрывные. Обалдеть. Так, иди сюда. Куда ты? Свалил под воду. Че, он еще, что ли? Что происходит? Он берет склянки и кидает в меня. Вот это опасность. Это серьезная вообще тема. Ну, давай, давай. Получай. О! Начинает меня лупить. Что у нее во рту? Ты брось эти темы. Надо в него стрельнуть. Надо стрельнуть. Где моя пукалка? Так. Сейчас я тебе щупальцы потрубай, нафиг. Где твои щупальца? Блин, они исчезают. Ты что со мной играть вздумал? Так. Так. Минус одна щупальца. Сейчас и до второй доберусь. Че ты думаешь? Готово. Где еще твои два? Я знаю, что у тебя куча щупальц. Так что... Есть! У него даже глаза выкатились. Ружье. Огонь! Че-то я ему там больно сделал. Кстати, по башке не могу бить, прикинь. Только по щупальцу. Готовченко. О, патрики, патрики. Надо забрать. Шикарно. Готово. Снова его шарики эти. Причем эти шарики очень много урона ему наносят. Точнее, когда я их вышибаю. Еще чуть-чуть. Блин. Прилетело прям по башке. С кляночкой. Ну, последний пара ударов. Давай. Братиш. Мальчиш. Готово. Ему на башку упала склянка. Воу-воу. Как я могу. Круто ты видал. Залез и надавал ему по глазам. Вон ключ, кстати, выпал. Осьминожка получила от 18-летнего пацана. Ты получил ключ от капитанского сундука. Ух ты. Ну, че, пойдем откроем этот сундук. Мне прям чертовски любопытно. Надеюсь, там будет хепка пиратская. И меня все будут признавать крутым. Открываем. Книжка. Или это нарды? Найди на шкатулка магистра Мейфора. А-а-а. Мы же ее искали, кстати. Че-то я не понял. Я снова на своем кораблике, что ли? Я могу плавать. Вау. О-о-о. Путешествовать будем, значит. В общем, мы были вот на этом островке. Остров изгоев. Мы там все прошли. Победили босса. Теперь нам нужно держать путь на новый остров. Или на новые земли. Ну, это уже будет следующей серии. Если тебе эта игра понравилась, то из тебя лайки. Огромное количество лайков. Не забывай их ставить обязательно. Ну и, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пока. Увидимся в следующем видео.